Доброго времени, дорогие друзья! В прошлый раз мы говорили про Джо Абер Кромби, который хорошенько в свое время стряхнул фэнтези своими необычными трактовками знакомых, казалось бы, историй. И сегодня у нас на повестке дня еще один нереально талантливый британец. Мил Дракон, возрожденный Иисус Гейм. Человек, которого даже представлять долго не требуется. Достаточно просто сказать, что самый первый роман он писал в соавторстве с Телли Пратчеттом. А также именно из-под его пера вышел величайший комикс всех времен и народов. Давай, поговори мне тут еще. Итак, вернемся к Гейму. Самый первый его роман, те самые добрые знамения, были написаны в соавторстве с мастером Пратчеттом, в котором явно чувствуется рука старика ведущей. Причем рука автора зрелого, крутого, ироничного, веселого. Но все еще не настолько сильного и глубокого, как тот, что через 10 лет напишет потрясающую ночную стражу. Произведение вышло очень достойное. Очень здорово стебущее апокалипсис, умына, да в принципе стебущее все вокруг, что свойственно британцам. Это рассказ про ангела и демона, которым было поручено подготовить конец света, но которые по здравому размышлению решили, что Армагеддон, в общем-то, дело никому не нужное. И решили спокойненько это дело спустить на тормозах. Сейчас книга заслуженно читается классикой в своем жанре. И это действительно замечательный, веселый, добрый и живой роман. Но все же, это откровенно намного больше прачек, чем сам Нил Гейман. И фирменные черты британца лучше всего разглядеть в его более позднем произведении, «Звездной пыли», которую, кстати, Гейман написал, переработав свой же сценарий под названием «За двери». На первый взгляд, «Звездная пыль» — это не самая оригинальная фэнкер. Казалось бы, тут все классические элементы. Волшебное королевство, отделенное от нашего мира, лишь старенькой стеной. Тут есть также старый мудрый король, который умирает и дает испытания своим сыновьям-принцам. Есть живая звезда, есть три злые колдуни и, конечно, счастливый финал. Ну, а также приятным бонусом отличная экранизация от Мэтью Вона. Да, того самого, который снимал подсрачника, первый класс, а заодно тот, которого Нил Гейман считает одним из редких людей в Голливуде, который умеет держать свое слово. Ну, и фильм есть, да, сущий Роберт Де Ниро. Итак, вернемся к роману. «Звездную пыль». На первый взгляд, легко принять за обычное талантливое фэнтези. Но, друзья, это только на первый взгляд. На деле, Старглест никоим боком не фэнтези. На деле, это именно что сказка. Причем не в современном значении этого слова, когда сказка считается, ну, именно что такое фэнтези для самых-самых маленьких, где просто опущены разные сложные сюжетные моменты. А «Звездная пыль» — это сказка совершенно иного рода. Дело в том, что фэнтези, при всем его многообразии, все же свойственны некие цепи, некие каноны, что-то сковывающее произведение в неких рамках жанра. Гейману же на это плевать. И он рассказывает сказки, которым никакие каноны и законы жанра вообще не важны. Тут творятся совершенно невозможные вещи, которые никто даже не пытается объяснить. Ведь главное, чтобы история была захватывающе интересной. И плевать, соответствует ли она чему-то там или нет. Именно сказки, сказания, предания — вот то, что любит и творит Гейман. Да-да, те самые, настоящие. Из древних времен, которые рассказывали у костра наши диковатые предки, которыми матери пугали детей, чтобы те далеко от дома не уходили, и старались не общаться с незнакомцами. Мрачные, мистически непонятные истории, которые действительно способны были напугать и привить осторожное отношение к миру. Мифы, которые выходят за пределы реальности, которым плевать на логику и скептиков. Именно этот скрытый мир и волнует Нева Геймана. Старей, живущий в соседнем подъезде, порой разъезжающий с тремя братьями на белом коне, туманный перекрилсток, на котором темной ночью можно обмерести талант в обмен на что-нибудь такое, совершенно незначительное у незнакомцев темной шляпе. Вот эти необычные, странные, страшные и непонятные вещи очень интересуют британца. Но при этом он одинаково легко пишет свои истории как для взрослых, так и для детей. Ну, точнее, и для детей в том числе. Вот есть у него, например, знаменитая кладбищенская история. Своеобразная версия Маугли, где главного героя растят не жители джунглей, а разнообразная нежить с древнего кладбища, оберегающая парнишку от убийцы, в свое время кончившего его родителей. Это один из самых интересных и ярких романов британца. Он вроде как и подростковый. Это как бы даже и фэнтези, но назвать его таковым все-таки язык не повернется. Да, Нил получил за книгу кладбища кучу премии, причем в основном за лучшее произведение для подростков. Но поверьте мне, там хватает и жестокости, и мрака, и не очень детских тем, даже не очень подростковых. Просто потому, что возрастные ограничения это не для него. Ну, единственное исключение из данного правила. Это все-таки Каролина в стране кошмаров. История про девочку из странных людей, другой мир и другую маму с пришитыми глазами. Она, конечно, отдает привычной геймановской мрачнотой. Но мрачнота это ближе все-таки к Тиму Бёрдну с его темными, но добродушными в глубине своей души сказками. Это намного более простое, наверное, самое простое геймановское произведение. Но, поверьте, это ни в коем случае не принижение достоинств книжки. Проще не значит хуже. Вовсе даже нет. Все же не знал, что и для кого пишет. Лучше всего за литературный первоисточник может сказать Каролина в стране кошмаров. Мультик от студии Лайка. Совершенно шедевральное произведение, которое не зря получило множество наград, как мультфильм года. Думаю, вы согласитесь, что на пустом материале такого бы явно не вышло. Но книга-кладбище, Каролина в стране кошмаров, добрые знамения и прочее-прочее, это, конечно, здорово. Но пора, друзья, приняться за сладкое. За американских богов и песочного человека. Все же именно это главные произведения Нилы. Да. И начнем с американских богов. Это произведение особняком стоящей от всего прочего, что написал Нил. Самый сильный, самый объемный, самый личный роман автора. История о бывшем зэке, который, потеряв жену, вскоре после выхода из тюрьмы, начинает работать у водителя, у таинственного одноглазого старика, и начинает собирать по всей Америке древних, умирающих богов. И в этом процессе находит намного больше, чем мог представить. Эта книга прочно укоренилась в списках лучших, фантастических, фэнтезиных, мистических и прочее-прочее-прочее романов всех времен и народов. Почему такая разбежка в жанрах? Да потому, что каждый относит американских богов к чему-то своему. Я уже говорил, Нил Гейман в первую очередь твоит историю. А уж к какой жанр их отнести? Это дело критиков. Итак, американский буль. Это совершенно нереальная, фантастическая смесь из масштабной истории последних богов древностей, одноэтажной Америки, грустных размышлений о человеке и человечности и обычного дорожного романа. Во-первых, тут совершенно удивительная атмосфера крокотных провинциальных городков, маленьких поселочков, эдакого меланхоличного захолустья. Такая, какой бы Денис Лихень позавидовал. Настоящий гимн одноэтажной Америки, который по духу напоминает «Прощай, детку, прощай, Бена Африка». Тяжело представить, что так увидеть и так прочувствовать Штаты мог кто-то нерожденный там. Однако это так. Собственно, американских богов Нил Гейман как раз и написал под впечатлением от переезда в Америку. Писатель женился на американке и несколько лет жизни на родине короля Артура явно дали понять, что девушке там очень тяжело находиться. И потому Нил переехал на родину жены. Консервативному англичану сделать это было очень непросто, что и наложило свой отпечаток. И потому роман вышел столь личным и столь атмосферным. Но дух – это только часть того, что делает американских богов в выдающемся произведении. Рассказ о наемном воде-летелохранителе, который сопровождает древнего Одина в его поисках старых божеств, а находит в итоге самого себя и кое-что еще. Это в первую очередь рассказ о человеке, о его судьбе, о его дороге, о поисках, которые ведет каждый из нас. А там, как кто-то из нас пытается найти свое место в жизни, куда-то идиот что-то делает, старается и порой что-то выходит. А порой не получается. Это уж как повезет. Причем, не подумайте, что это попахивает некими дешевыми бульварными размышлениями обычных графоманов. Не-не-не-не-не-не. В богах нету претенциозности, пломба. Мысли всегда доносятся до читателя просто и понятно. Это философский безупендрежа, умный безумничание, сильный и потрясающе проникновенный роман, который остается в памяти и сердце на много-много-много лет. Причем, для самого Геана, это, похоже, едва ли не любимейшее после Сэндмана произведение. Недаром ведь он написал к ним целых два спин-оффа и очень-очень хочет написать продолжение, как не раз говорил во множестве интервью. Да-да, великий Сэндман. Первый серьезный проект Геймана и одновременно самое-самое сильное его произведение. История Морфея, владыки снов. Вечного, что будет жить, даже когда уйдут боги. Сэндман – одно из ярчайших произведений мира комиксов. Он стартанул в середине 80-х и был одним из тех, что навсегда переменили мир рисованных историй. Это было произведение, которое вышло в одной лиге с Маусом Арта Шпигельмана, с возвращением Темного Рыцаря Миллера, с Вендеттой и Хранителями Алана Мура. Это были комиксы, которые раз и навсегда доказали, что истории в картинках могут быть ровно таким же видом искусства, как классическая литература и кинематограф, что также могут поднимать серьезнейшие проблемы и обладать мощнейшим посылом. История Владыки Грёс Огромная, растянутая на десятилетия миллион маленьких рассказиков, из которых неизвестно до самого конца, что же окажется важным для основного сюжета, а что незначительная мелочь. За 10 лет Нил Гейман рассказал просто миллион разных историй. Морфей бывал в аду и встречал Лигу Справедливости. Он даровал талант Шекспиру в обмен на то, что великий драматург напишет две пьесы для самого Владыки Грёс. Узнаем мы историю Орфея и увидим опустевший ад. А к концу больших сюжетных арок Нил всегда вставлял небольшие сторонние истории, которые проходили ему в голову, пока длилась основная сюжетная линия. Вот, например, Оберона Титания, Владыки Эльфа. Выходит из своего холма, чтобы посмотреть, как группа артистов ставит пьесу Шекспира, герои которой как раз сами Оберона Титании. Кстати, Чарльз Вест, который был художником того выпуска, ну и, разумеется, сам Нил Гейман, получили всемирную премию фэнтези. Это был первый и последний раз, когда комикс победил номинации «Рассказ». Или, например, Морфей обещает Владыке Багдаду, что город его будет прекрасен и не рушен. Будет стоять вечно. И вот, во время Ирано-Иракской войны Багдад разрушен. Но одинокий старик все еще рассказывает парнишке историю о Диме в сказочном городе. И волшебный Багдад с его башнями и миноритами действительно не рушим в мире грез. В общем, я чем больше говорю, тем лучше понимаю. Песочник слишком масштабное и глубокое произведение, чтобы даже пытаться как-то рассказать о нем в рамках одного маленького выпуска. Поэтому просто поверите, с этой историей вам стоит ознакомиться самим. На Роском сейчас есть три первых тома. Также спин-офф о смерти и замечательный Дьявол у порога от нескольких иного автора. К сожалению, остальные семь DC еще не перевела и не совсем понятно будет ли издавать. На этом, я думаю, пора прощаться. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на Брейна, на мой канал, заходите в группу и до новых встреч. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok